Мы продолжаем выпуск. В Жасказгане, где произошло подтопление жилых домов, ситуация стабилизировалась. В городе завершились работы по откачке воды из подтопленных домов в микрорайоне Костан-Кельде. В жилищах, освобожденных от воды, оперативно ведется просушка помещений, сообщает департамент ИПЧС Карагандинской области. Чтобы установить возможные причины резкого повышения уровня воды, был совершен объезд всех магистралей подачи воды, насосных станций, искусственных сооружений и дам. Оказалось всему виной проливной дождь. Произошло наполнение углублений, котлованчиков. И потом одновременно произошел порыв на каком-то слабом месте, когда весь поток вынул по рельефу местности в направлении нашего населенного пункта, в смысле микрорайона Жасказгана. В итоге, находящаяся там сточная канава, которая должна была бы пропустить эту воду безопасно, ближайший отстойник, она не справилась с этим потоком. Вода пошла поверх проезжей части и, естественно, по руслу пошла по направлению жилых домов. В настоящее время городским отделом энергетики и ЖКХ, коммунальными службами города Жасказган, подразделениями корпораций «Казахмыс» и другими организациями региона ведется расчистка рычного канала от мусора. И буквально вот на сегодняшний день у нас остается шесть проблемных домов, вода в подвалах. Остальные дома у нас откачаны. Сейчас вопрос стоит по просушке. Отсюда и подвался угля, чтобы скорее растопить, все протопить. Напомню, в минувшую субботу вечером в микрорайоне Костанки-Льды произошло подтопление 32 домов. Были эвакуированы 61 человек. Спасены семеро, в том числе инвалиды и пожилые люди. В результате ЧП двое погибли. 36-летняя женщина и 5-летний ребенок. Их тела обнаружены в гараже. Предварительной причиной смерти является поражение электрическим током. Обстоятельства смерти устанавливаются.